Ребята, всем привет! Вы с Аленой, вы на моем канале, вы на канале с холистическим психологом. И сегодня мы с вами говорим про желчный пузырь, камни в желчном пузыре. И что может действительно быть такой историей? Нехватка желчи – это прям-таки у многих проблема. Почему? Потому что, когда не хватает желчи, я могу сказать, что есть. Есть такая история, как меланхолия. Почему? Потому что, когда не хватает жирорастворимых витаминов, человек начинает бороться с депрессией. И очень много можно найти информации, но дело вот в чем. Если есть камни в желчном, то, соответственно, насыщенные жиры провоцируют выброс желчного. Выброс желчного. Камни в желчном бывают от нехватки желчи. И это низкожировая диета. Если же желчь недостаточно, вы не будете усваивать витамин D, витамин A, витамин DGA. И существует прямая связь между тем, что вы едите, и тем, сколько из этого расщепляется и усваивается организмом. И еще тем, сколько ваш организм получает жирорастворимого витамина D. Для его усвоения нужна желчь. Если у вас меланхолия, депрессия, возможно, вам нужно больше витамина D3 и DGA. Но помните о том, что они не подействуют без желчи. То есть, пока желчный не работает, вы не будете нормально себя чувствовать. И с этим могут вам помочь желчные соли, которые можно употреблять и которые действительно будут работать с данной ситуацией. И я могу сказать, что вегетарианская диета приводит к проблемам с желчному пузырю. Я считаю, что очень важно включить для поддержки артишок, имбирь, бетаин, гидрохлорид, растительные энзимы. И это вам поможет справиться с такой историей. Но если у вас есть такая история, как стресс, то, соответственно, нужно идти в другую систему. Напишите мне, пожалуйста, что вы думаете. Переходите в мою группу «Жизнь без невроза» ВКонтакте, в которой я указываю очень много полезной информации.